Привет, друг! Меня зовут Джон Кармилицин. Это уже 25-й новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. Pixelogic представила ZBrush 2021.5. Релиз должен выйти в конце этого года. Из недавнего стрима, проходящего в рамках ZBrush Summit 2020, стало известно, что добавят новый набор инструментов, предназначенных для имитации некоторых поверхностей. Ну, например, поведение настоящей глины, морщин, чешуек и прочего. Представили обновление ZModeller, набор инструментов моделирования твердых поверхностей. В ней, кстати, с помощью новой опции Slice Mesh можно в режиме полигонов вырезать область на поверхности модели и затем преобразовать ее для выдавливания или углубления. Также показали новую кисть Smooth Alt, которая сглаживает поверхность моделей более мягко, чем стандартная кисть Smooth. В Sculptris Pro теперь можно изолировать часть модели, чтобы изменить что-либо на участке, а затем снова показать всю модель. Это, конечно, не все новые фишки. Все подробности уже после выхода новой версии. Cinema 4D доступна для компьютеров Mac на M1. Как сообщают представители Maxon, это делает их первым профессиональным инструментом для 3D анимации, доступным для новых Mac. Новая версия Cinema 4D R23.11 включает в себя множество мелких обновлений, а также улучшений стабильности и высокую оптимизацию. Ничего нового не добавили. Также можно установить Trial версию, она уже в доступе. Ссылочки на скачивание в описании. Вышел Redshift версии 3.0.33. На официальном форуме указано, что эта версия содержит новые технологии затенения, поэтому могут быть непредвиденные ошибки. Также исправили баги и добавили некоторые новые опции. Например, для Cinema 4D R21 и новее. Внедрили поддержку UserData, а также запустили первую бета-версию для Blender. Ну и в целом все остальное это только исправление. Для скачивания и просмотра всех улучшений необходимо войти в личный кабинет Redshift. А также вместе с новой версией выпустили Redshift для Mac под названием Metal. В доступе уже лежит первая открытая бета-версия, находящаяся в активной разработке. Она поддерживает macOS Big Sur и не будет работать в более старых версиях. Вышло обновление программного обеспечения Twari. Оно предназначено для анимации и прототипирования для VR и AR. Внесли улучшения в недавно запущенную систему IK, иначе говоря обратная кинематика, которая используется для создания базовой анимации движений. Теперь можно использовать ARM IK не только для фаланг пальцев, но и для запястья. Кроме того, есть новый дополнительный контроллер для плеч. Обновили интерфейс и теперь намного удобнее переключаться между разными камерами сцены. В видеоредакторе стало проще настраивать последовательность воспроизведения. Разработчики реализовали новые возможности экспорта в FBX и еще теперь положение всех инструментов, ну и их основных настроек можно сохранить для последующего использования. Ну и конечно исправили ошибки. По ссылочке в описании найдешь весь список улучшений. Чтобы опробовать все фишки, можно скачать бесплатную пробную версию. Атой чирикнули в своем твиттере, что Insidium поделился последним и лучшим SDK Xparticles. SDK это набор данных для разработки, ну позволяющий создавать приложения для определенного пакета программ, а также игровых консолей, операционных систем и прочих платформ. Атой сообщает, цитирую, нам не терпится интегрировать это в Octane X и Octane Render для Cinema 4D. Многие пользователи спрашивали, к чему это приведет. Ни Атой, ни Insidium пока ничего не прокомментировали. А тем временем, Атой запустили Octane X Standalone для macOS Big Sur, которая была выпущена недавно. Она включает поддержку AMD Polaris, Vega, Navi, а также графические процессоры Intel и полная поддержка OCL. Атой отметил некоторые проблемы с выпуском. Первое – это зависание. Второе – что на новейшем MacBook Pro 2020 с процессором Ice Lake Octane в настоящее время не может выполнять рендеринг. А так в основном в обновлении исправили ошибки. Ссылочка на загрузку в описании. Epic Games инвестировала в сайт FX, создателя Гудини. Эпики становятся миноритарным инвестором. Это означает, что у них неконтролирующий пакет акций, и они не имеют прав на прямое участие в управлении компанией. Как сообщает сайт FX, цитирую, «Мы привержены тому, чтобы сайт FX продолжала работать с другими отраслевыми партнерами, включая все другие приложения для создания контента и игровые движки». Black Magic Design выпустила бета-версию DaVinci Resolve 17. Эта программа предназначена для цветокоррекции, постобработки и видеомонтажа. Обновление довольно крупное и включает более 300 новых функций и улучшений. Добавили новую палитру градации HDR, новый интересный инструмент деформации цвета на основе сетки и управляемую искусственным интеллектом систему волшебной маски, которая автоматически отслеживает движение человека, в том числе и его части тела в кадрах. Также упростили управление цветокоррекцией, обновили аудиосистему Firelight Audio Core, которая интеллектуально управляет рабочей нагрузкой. Ну, например, новый инструмент Analysis Tool автоматически определяет отдельные слова, а также биты или звуковые эффекты. Firelight теперь позволяет реализовать большие проекты с тысячами треков. В одной системе появилась возможность редактировать видео в формате 16 на 9 HD и Ultra HD и быстро создавать квадратные или вертикальные версии для публикации в Instagram и иные социальные сети. Бесплатную версию DaVinci также обновили, ну и внесли некоторые инструменты, которые, кстати, ранее были доступны в DaVinci Resolve Studio. Подробную информацию об обновлении найдешь по ссылочке в описании. Kinematic Lab выпустила Dorito — новый инструмент для 3ds Max. Разработчики сообщают, цитирую, «Этот инструмент позволяет быстро создавать помощника, который располагается в виде второго слоя поверх измененной геометрии и деформирует ее, избегая двойных преобразований и лишней геометрии». Дорито исправляет деформации и улучшает риг. Выглядит, кстати, круто. Стоит плагин 25 евро. Ссылочку, как всегда, оставили в описании и можешь перейти вниз и кликнуть. Сам знаешь. Вышел софт под названием Lentil. Как сообщает автор, разработка длилась около полутора лет. Lentil — это набор инструментов камеры для Arnold Renderer. Он способен выполнять двунаправленную выборку бликов в боке, а также повышать физическую точность. Рендеринг расфокусированных резких отражений или небольших источников света, согласно словам разработчиков, происходит довольно быстро, аж в 30 раз быстрее, чем при обычном просчете. Одной из задач Lentil стоит помощь Arnold в рендеринге небольших ярких бликов. По поводу стоимости, на Gumroad действует скидка и цена выйдет в 61 евро. Ссылочка в описании. Появилось новое приложение дополненной реальности под названием Mill Scout от компании The Mill. Оно предназначено для создания виртуальных объектов вживую прямо на съемочной площадке и при этом позволяет визуализировать любой объект. То есть, уже при съемке можно будет адаптировать ситуацию под представленную позже графику. Работает на iPhone и iPad. Только вот просто скачать не получится, необходимо связаться с самим разработчиком. Вышла впечатляющая новая модель искусственного интеллекта для обработки изображений InDomain Gun Inversion. С помощью этой системы можно менять положение человека на фото, изменять эмоции, а также проводить интерполяцию лиц или объектов между различными изображениями на входе. По ссылочке в описании найдешь научную статью и коллаб на эту нейронку. Epic подсуетился и выпустил Unreal версии 4.26 Preview 7. Загрузить предварительную версию можно из средства запуска Epic Games и GitHub. В обновлении исправили множество ошибок, точнее даже дохренища ошибок, но все же не все. На официальном форуме можно посмотреть целый список оставшихся проблем, которые выявили пользователи. Особенные траблы наблюдаются с трассировкой лучей. Более подробную информацию найдешь по ссылочке в описании. Плагин Substance для Unreal Engine 4 получил обновление 4.25.0.4 и теперь доступен на Epic Marketplace. Исправили функцию Substance Pinter Live Link с некоторыми из версий. Ну и в принципе все. Ну внесли парочку правок. Тем временем Сиграф 2021 открыл прием заявок на участие в программе технических докладов. Хей разработчики, если работаешь над инновационным проектом, который вдохновит сообщество компьютерной графики, отправляй свое исследование. Прием завершится 27 января 2021 года. Напомню, что Сиграф это международная площадка для распространения и обсуждения новых научных работ в области компьютерной графики и интерактивных технологий. Фух. И еще небольшая новость. Представители Сиграф заявили, что конференция 2021 пройдет в виртуальном пространстве. Событие запланировано на начало августа. Google IE выпустил набор данных для обнаружения 3D объектов. В основе отслеживания лежит Objectron Dataset. Это коллекция коротких объектно-ориентированных видеоклипов, на которых запечатлен более широкий набор общих объектов под разными углами. Каждое такое видео имеет данные о положении, ориентации и размерах объекта. Этот набор может лежать в основе иных инструментов для обнаружения трехмерных объектов четырех категорий обуви, стульев, кружек и камер. Esri выпустила CityEngine версии 2020.1. Это программное обеспечение, предназначенное для процедурного создания трехмерных городов в Unreal Engine. Обновление расширяет набор инструментов для генерации зданий и планировок улиц. Улучшили качество отображения в области просмотра и добавили импорт USD файлов. Также модуль экспорта Unreal Data Smash теперь поддерживает уровень детализации лот. Выглядит круто, может кому-то пригодится. По поводу стоимости, на официальном сайте не указаны расценки, необходимо подавать заявку через почту. Кстати, программу CityEngine используют многие строительные компании Европы. А также среди ее пользователей числится студия Walt Disney, которая применяла CityEngine в мультфильме зверополис. Да, ребят, спасибо большое за просмотр. Неделька вышла классная. Желаю вам удачи, желаю успехов, желаю хороших вам работ, четких, прям шикарнейших. И до новых встреч. Ждите классный ролик.